приветствую всех смотрящих и снова хочу показать одну из медалей моей подборки царских медалей это медаль александра нашего царя победителя в войне 12 года берем лишний планшет и посмотрим на эту медаль говорится поближе но значит на медали на весь эта медаль изображен сам царь александр в шлеме римского воина держащий копье ищет тексты родомысль 9 на 10 века и буквы буквы авторов которые спрятаны по краю щита кстати должен сказать что щит этот выполнен довольно таки сложная миниатюрная изображает фигуры воинов которые сразу сражаются древнегреческих и древнеримских воинов с этого края снизу мы видим крыло и голову нашего герба и буквы вот если сейчас увидите это не могу копировал казаков и вот здесь резал клепиков причем копировал сокращенные буквы копировал казаков и резал клепиков еще раз ну и вот тут вот в ряде воинов вот здесь спрятана тоже буквы и подпись они так едва читаются но видно 1813 год и лейпциг вот в таком ракурсе не знаю видно или нет вот показываю края щита забоинка на портрете на голове самого Александра хотя все другое вроде бы сохранено неплохо но и вы видите потертости и утраты по полю медали но многочисленные забои конечно на гурте на ребре гурта в общем то сохранность неплохая даже патина на нагулялась но вот тут в крае в крае щита видно что видно цвет меди металла вот там он спрятан в глубине а так патина ровно покрыла саму медаль вот такое изображение аверса этой медали на мой взгляд несмотря так сказать на вот эти потертости ударчики сохранность все-таки неплохая потому что все основные элементы видны и даже какие-то тонкие текст тоже читается в общем мне кажется неплохо гурт простой никаких пометок номеров значков нет только тоже какие-то ударчики цвет вот такой теперь посмотрим обратную сторону обратная сторона довольно таки сложная она связана с такими с античными сюжетами александр восседает на коне в облике римского воина со шлемом кстати со шкурой льва что прямое сравнение его с александром македонскими или гераклом держит щит и меч в руках вот с ним три античных фигуры женских вверху летит победа ника я так понимаю держит венок над головой императора победителя и две музы которые сопровождают его коня кстати одна из них женских фигур в античном шлеме только греческом как бы ассоциируется с афинной палладой средней греческой богини со спиной кстати стоит бюст бюст по моему аристотель это греческий мудрец учитель кстати александра македонского то есть прямые сопоставления александра с античным героем по рангу и значимости тексты первый шаг александра за пределы россии ну это так понятно что он победил наисильнейший так сказать полковод с этих времен наполеона дошел занял париж и являлся так сказать одним из вершителей судеб европы и мира на тот момент вот поэтому ему и поются тут гимны так сказать вот аллилуйя и слава да под копытами задних ног коня мы видим повережного змея прямая тоже прямой намек на сюжет георгия победоносца вот под картинкой под композиции присутствует надпись с медальона графа толстого резал лялин 1812 год ну лялин это очень известный в то время художник медальер который собственно принимал участие в создании многих медалей ну и в частности он копировал вот это медаль серии толстого это тоже известный скульптор кстати граф толстой который создал серию из нескольких медалей посвящены победу наших русских войск на войне 12-го года и победе над французами с сохранность этой стороны я считаю более лучше чем с саверсом вот ну тоже конечно есть утраты какие-то там небольшие ударчики на фоне но как говорится там какие-то старапинки небольшие но они не коснулись самих вот этих вот самого рельефа изображения все читается четко и просматривается тоже очень неплохо единственное что я могу сказать что вот это место не знаю вот вот это это так на мое ощущение там должна должен быть какой-то текст но присутствует дефект или в форме или в самом металле но не механический как вот смазанное такое изображение вот и вот это вот единственный дефект который как-то портит саму медаль вот посмотрим видите все детали мне кажется сейчас видно неплохо даже блеск какой-то местами сохранился вот и хотел бы обратить внимание что цвет вот этот вот такой зеленовато охреной вот он отличается от аверса который который больше покрыт патиной он более такой коричневый вот ну вот еще посмотрим край щита вот с фигурами воинов вот на голову императора шлем все волосики видно и текст вот так она выглядит эта медаль Александра двенадцатого года копия серии медали медали графа толстого вот такая медаль у меня в подборке ну вот эта сторона конечно более приятная более такая выразительная более сложная как говорится приятно посмотреть ну вернем ее на место вот как говорится пусть лежит до каких-то других времен до кого-то другого владельца этой медали спасибо всем за просмотр возможно сделаю еще несколько роликов но так и все и в и в и и Продолжение следует...